Для учащихся Челябинской православной гимназии День Знаний начался с архиерейской литургии. На учебу ребят благословил митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. Благодарю вас. Спасибо. И вас в Днем Знания. 1 сентября митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим посетил Челябинскую православную гимназию во имя праведного Симеона Верхотурского. В школьном храме, освященном в честь святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских, владыка возглавил божественную литургию. Воспитанницы гимназии Арина Потапова и София Рибаконова перешли в восьмой класс. Несмотря на загруженность уроками, девчонки успевают посещать музыкальную школу. Однако гимназия приготовила им немало интересных кружков. Арина запишется в хор церковного пения. София научится самообороне. У меня папа здесь ведет боевой такой, кружок самообороны, что ли, как назвать. Но я тоже хочу туда пойти. Ребята поднимаются по ступеням школы, которая встречает их свежестью и новизной. Мы не только поберели по красе глаз, мы сделали много тех мелких вещей, которые обычно люди не видят. Скажем, поменяли электропроводку, установили новые лампы освещения современные. Наконец-то в этом году наши руки дошли до стадиона и мы сделали новую площадку. Все это позволит нашим детям более, так сказать, продуктивно трудиться в школе, позволит им получать знания с большим интересом. Сразу после богослужения состоялся молебен на начало учебного года, а затем традиционная школьная линейка. С напутственным словом к учащим и учащимся обратился владыка Никодим. Цель существования школы – это не просто дача какой-либо суммы знаний. Нет. Прежде всего, цель существования школы заключается в том, чтобы воспитать ученика, подготовить его к будущей взрослой жизни, сделать из него патриота отечества, сделать действительно человека с большой буквы. Из тех, кто выйдет из стен нашей гимназии, выросли прежде всего хорошие, добрые, глубоко верующие люди. А все остальное Господь приложит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова